на улице пасмурно на улице сыра минус 3 показывает влажный 75 процентов понимаете какая история на улице и какое настроение хорошее настроение сегодня много дел сейчас мы идем паша восстанавливать пин-код от карточки не мог месяц вспомнить идет вспоминает бурь дай-ка забегу еще один раз виду пин-код я говорю бесполезная как-то один раз тоже забыл пин-код и все все по пусту частный банк пойдем восстанавливать пин-код потом пойдем стричь бороды пашка голову еще переобувать машину и в общем куча 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 делать сегодня заходим из карбанка все сняли деньжата сейчас кудрявая борода это через через полтора часа будет превращаться в красоту надеюсь вообще очень трудно найти хорошего парикмахера и барбершопера но я не знаю как и неправильно за барбера знаю потому что я рассказывал что ходила в одну потом стал ходить совершенно в другую только из-за того что поначалу когда ходишь они вроде бы стрибут нормально а потом когда к ним 2 3 5 там и тем более следы последующие разы ходишь они уже просто лениться один смотрел телевизор хихихаха останавливаясь не делая свою работу то есть мог две минуты стоять руки в боке в это олдбой здесь на бориса галушкина у нас один между допустим у него запись допустим между мной и пашей пришел к нему еще один там друг какой-то знакомый который без записи ну просто мешал лучше ты меня там подстрижешь ну чё как там ну он учетом долго тебе на 2 час час и все и получается что а мало того что он в моё практически время стрижет другого человека так он же получается и мне уже делает стрижку то есть он все это на скорую руку начинает стричь невнимательно где-то волосы меньше остаются где-то короче поэтому таким людям я тоже стараюсь больше не ходить сегодня иду очередной раз в аляску есть такая сеть парикмахерских для мужчин к новому барберу посмотрим как он подстрижет пашка идет совершенно в другой рядом салон который называется я не знаю в общем тоже типа не сетевая такая сделает а две у них по москве поэтому посмотрим кого как подстрибут ему будут делать шевелюру и бороду а мне только бороду потому что шевелюру в принципе так я сам ее могу делать сейчас идем один раз не сказали вам какую я пришел парикмахерскую записывать пашку зашел лысая башка то есть вообще под машинку летом было захожу там администратор сидит я буду здравствуйте подскажите пожалуйста у вас стрижка сколько стоит модельная она крита вы когда хотите стричься сейчас или попозже я так тебя посмотрел это было конечно очень смешно модельная стрижка на мою лысую голову в общем идем пашкин банк потом едем барбершоп вот значит на космосе вот на этой видеорекламе буквально на днях вчера еще рекламировали татьяну навка ее новое шоу на льду новогодняя красавица и чудовище если я увижу по городу билборды то обязательно сниму и покажу вам сейчас расскажу вам историю одну вот включилась я так долго ждал вот видите татьяна навка маленький цветочек прошу прощения 29 декабря по 8 января это не реклама но вот чтоб вы знали по всему городу просто миллиард этих афиш и сверху написано что министерство культуры российской федерации спонсор данного мероприятия и там еще в общем снизу всякий сбербанк аэрофлот и т.д. и т.п. и что только там только нету яндекс афиша в общем это еще практически бесплатно если это если это яндекс афиша значит еще это бесплатно ей дарится вот про татьяну навка вы знаете я работал когда в цирке работал проводил различные фестивали было очень трудно на детские подчеркиваю несколько раз жирными такими знаете линиями детского фестиваля было так трудно найти какие-то деньги для того чтобы провести этот фестиваль настолько было трудно найти спонсоров чтобы подарили какую-то сраную плюшевую игрушку потому что все говорят нам это не интереса нам это не надо и хотя вроде как благотворительность хотя бы никто не отменял по поводу навки мало того что она миллионерша раз второе что она жена пескова это два что естественно что у него кучу денег и это можно все проводить бесплатно так еще и министерство культуры которые на детские все вот эти праздники не выделял или выделяла мили мили даже не хочется сказать мили вот только матершина стол что подходит малюсенькие деньги для того чтобы провести этот праздник фестиваль какой-нибудь нужно было умолять писать какие-то бумажки чтобы тебе выдали какие-то деньги и из этих денег тебе выделят еще одну треть так здесь видите пожалуйста ко всему тому что у этого человека как у спортсменки как у жены вышепоставленного чиновников чиновника у которого огромнейшие связи навряд ли что она будет платить за какой-то дворец культуры или если она будет платить то это какой-то копеечные деньги за этот лед и за все остальное это просто люди будут делать потому что это навка потому что это жена пескова так еще и министерство культуры выделяет на это деньги но по-моему это как минимум сумасшествие по моему это издевательство над людьми над народом над детьми которые по всей стране по всей россии это пытаются провести и вымолить какие-то деньги для того чтобы сделать какое-то мероприятие для инвалидов или для детей-сирот или для многодетных семей крен я вам хочу сказать вам выделят какие-то деньги если вам дадут 50 или 100 тысяч для проведения какого-то мероприятия которого никогда ни на что не хватит причем ему нужно будет написать 10 тысяч томов для куда вы эти копейки все потратите а здесь очень просто пожалуйста госпожа навка с помощью министерства культуры других учреждений делает себе концерт зарабатывает еще на этом деньги шик блеск красота не успел я записать видео пашка уже смотрю идет из банка я буду чуть думаю опять не то но это же не сбербанк идти твой налево это же совершенно друга банк я когда терял карточку мне нужно было ждать 10 рабочих дней для того чтобы мне восстановили эту карту и потом мне нужно было ждать дней 20 когда я потерял по типам забыл пин-код и при рабочих дней прошу уточнить информацию это то есть получается практически полторы недели а здесь его банк течение трех минут двух минут ему выдал просто к старой карте новый пин-код все сбросила все сделал а банк у тебя какой сбербанк две недели восстановление карты райфайзинг восстановление две минуты пин-кодов некоторые моменты жизни не успеваешь записывать так шумно здесь на проспекте мира мы приехали уже на рижскую значит сейчас захотели метро пополнить карточки тройки и значит сейчас там действует осмотр да то кто с рюкзаками сумками идет и мужик этот работник метрополитена около этой рамки останавливает бабульку которая роста наверно метр сорок идет с рюкзаком с полным две огромные сумки несет и видно что в ней яблоки уже это антоновка зимняя или что она идет бедная вся скрюченная с этими яблоками он ей извините пожалуйста сумочки пожалуйста на это вот какая пожилая женщина бабушка понесет яблоки метро с детонаторами совсем остальным вот именно так и не заносит детонаторы как будто в такие места да люди пойдут вот положит куда-то под кепку или еще что-то и будут так понемножку заносить вот идиотство полным ходом сейчас мы с пашкой разделимся и пошел уже что ли в общем полное и неотство разошлись пашка пашка пошел свою парикмахерскую я свою поэтому посмотрите на мою некрасивую городу сейчас будем стричься столько парикмахерских этих каждом доме по три штуки эти барбершопы аляска вот мы в аляске сейчас мы будем заходить туда не знаю примут меня раньше или нет потому что я пришел практически на 20 минут раньше обстоят дела такая вот салон такой все какие-то чаевые дают 50 рублей смешно в общем ждут свое время красная на улице уже плюс 3 кстати поэтому потеплело и опять думаю переобувать машины или нет вообще наверное стоит потому что ночью показывает минус 8 минус 8 это уже опасно ездить завтра еще юлину маму возить в аэропорт поэтому в целях безопасности лучше наверно шины поменять чем разбиться как говорится так что так ждем своей очереди барбершоп вот такой лет часы у них неправильно идут точнее сказать они у них стоят здесь ну и вот такой вот там туалет у них получается зона где голову моют башки бороды споласкивают место где ожидаешь вот я сижу и ту сторону идет зал зал в этой почему-то в этом барбершопе не так много людей работают на сокол я ходил там мастеров почему-то по 5 по 6 одновременно работают а на рижской почему-то всегда мало по 2 мастера всего не знаю с чем это связано или с потоком людей или еще в общем сейчас будем кромсать бороду приводить ее в порядок потому что это уже требует внимание это нужно удивить вот уже подстрелив сейчас будут брить мумия все ну совсем не то что я конечно немножко не то хотел но по крайней мере это лучше чем было ладно иду обратно с пашкой должны встретиться на перекрестке буду его ждать потом поедем сейчас поедем за машиной я там мало снимал потому что играет музыка это авторские права а youtube как вы знаете оно банит сразу моментально эти видео поэтому приходится или снимать до 15 секунд ну или не снимать вообще потому что получится черт знает что как вам борода нравится как форму сделали или нет в общем что я говорил в прошлых видео что представляете жить в таких местах да а квартиры по сравнению даже с нашей на бориса галушкина здесь на проспекте мира она стоит наизря так дороже наизря так больше и чтобы слушать вот этот бесконечный шум чтобы никогда не открыть окно на проветривание это же ну просто и кажется ну нереально в чем красота и дороговизна этих квартир я не предлагаю конечно жить в спальных районах москвы но не в таких местах когда постоянный шум то один светофор включается то другой и бесконечный поток машин в общем я подселился вот музыка камоны я включил едет задрипанная девятка вот камоны я включил для кого мне она не нужна я думаю женщине проходящим тоже и людям которые живут вот в этих домах неуравновешенность психическое отклонение у человека синдром маленького человека я не знаю в общем нашел я пашка в которой в парикмахерской вот она сзади меня вот эта вот буква я или что тут в общем он в ней будем ждать сейчас когда он выйдет оттуда и это и пойдем дальше в общем мы дома прискакали домой поменяли резину у меня какая-то резина хорошо сказали что вы не в городе где-то она вас лопнула у меня почему-то на одной резине с правой стороны сантиметров 20-25-30 такая знаете как сбоку как они мне сказали она расслоилась ну да там такая структура резина такое ощущение что она как будто порвалась а внутри вот видно вот эту структуру там как-то какие-то проволочки или еще что-то которые вот но она у меня не спускала это колесо не спускала поэтому ну сказали под замену три колеса два колеса сказали хорошие третья более-менее ничего страшного а третья четвертая под замену вот до весны поэтому не знаю сейчас вот пашка почитал сказал что ничего страшного я уже там себя накрутил что скотт развал схождения и все остальное но в общем сказал что всякая это может быть и закончик из-за чего там еще из-за бордюров то что оно это прикасаешься с правой стороны по сути дела наверное чаще конечно по правой стороне паркуешься но все надо будет понаблюдать или в понедельник во вторник съездить на техосмотр узнать почему такое может быть или понаблюдать за зимней резиной просто не знаю но одно под замену по весне или пару переднюю надо менять новое сказали ставить наперед такую же резину нужно искать этой фирмы не знаю сейчас по моему нельзя по одной резине разные ставить надо почитать как там по дд сейчас может быть у кого-то была такая история напишите как там почему она может быть такая расслоится замерзли как цуцики в летних кроссовках пока поменяли пока там женщины пока то все меняли резину в принципе вторые были по в очереди но что-то как-то так подмерзли мне кажется минут сорок да мы были поэтому сейчас будем готовить ужинать греть ноги в ваннах в тазах и все поэтому так целую крепко я не ваша светка пока пока